Новая смотровая на ГЭС, пешеходные мосты к островам и даже IT-парк. Все это может появиться к 400-летию Красноярска. Идеи проектировщиков много, а главный замысел можно описать так. Богатая природа в единстве с мегаполисом. Оценили такую концепцию и на федеральном уровне. Сегодня прошло совещание с участием вице-премьера России Александра Новака. Виктор Бородин о подготовке города к юбилею. В перспективе острова даже можно связать между собой. Так откроется несколько новых и ранее неизведанных пешеходами маршрутов. Например, с острова Татышев на Нижний Атамановский и оттуда на правый берег. Звучит пока как фантастика, но идей к юбилею города у проектировщиков полно. Многие из них крутятся именно вокруг городского благоустройства. Не менее важный вопрос – транспортная доступность. Ключевой задачей было создать на базе строящуюся метро такую сеть, связанную с трамвайным сообщением. Мы предлагаем порядка девяти маршрутов метро и метро-трамма. Важно отметить, что она в том числе связана и с агломерацией городской электричкой. И это еще далеко не все. Обсуждаются вопросы реконструкции цирка, благоустройства набережных вдоль малых рек, например, Качи, и смотровая на АГС. Причем многоуровневая. Важно понимать, что мастер-план по развитию красноярской агломерации разработан до 2035 года. То есть к юбилею появятся не все из перечисленных проектов. А проанализировано, кстати, было больше 400 различных идей. Это современная умная застройка, это вопросы, безусловно, природных территорий, туризма, экологии, вопросы общественных пространств, систем жизнеобеспечения. Все то, что мы должны держать постоянно в фокусе. Мы не должны, на мой взгляд, ограничиваться только лишь инфраструктурными вещами. Нужно понимать, что будет задавать сутевой смысл развития города Красноярска. Указ о праздновании 400-летия Красноярска еще в 2019 году подписал президент Владимир Путин. Позже был утвержден и федеральный оргкомитет. Сейчас возглавляет его вице-премьер правительства Александр Новак. Кстати, начинал он свою карьеру в нашем регионе. Сегодня Новак оценил идеи по развитию Красноярска лично. Самое главное, о чем хотелось бы сказать, не просто реализовать какие-то инвестиционные проекты. Самое главное – это улучшить жизнь в городе Красноярске, сделать ее более качественной, современной, привлекающей, чтобы здесь жили комфортно красноярцы, чтобы молодежь оставалась здесь учиться. Я знаю, что много делалось и делается сейчас. И предстоит еще большая работа. Напомню, юбилей Красноярска мы будем отмечать в 2028 году. И важно, что в основу плана по развитию города к этому времени легли и пожелания жителей. Свои идеи люди присылали через платформу «Чего хочет Красноярск». Половина обращений касались жилой застройки и общественных пространств. Виктор Бородин, Дмитрий Комаров, 7 канал.